За 9 месяцев в 33 ДТП на пешеходных переходах погибли 3 человека и еще 30 травмированы. Несколько таких происшествий произошло на прошлой неделе и, к сожалению, есть жертвы. В Майкопе житель Краснодарского края за рулем авто на пешеходном переходе допустил наезд на 86-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась. В тот же день наезд на 58-летнего пешехода совершил майкопчанин. Пострадавшего доставили в больницу. Госпитализирована в результате ДТП и 18-летняя майкопчанка. На пешеходном переходе ее сбил 60-летний водитель иномарки из республиканского центра. Обращаем внимание, что из 33 таких ДТП 26 зарегистрировано в Майкопе. ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасный скоростной режим, проявлять внимательность, особенно в темное время суток и вне погоды. Пешеходам же следует помнить о том, что пересекать дорогу нужно только по переходу. Сотрудниками полиции и общественниками проведена встреча с учащимися 22-й гимназией города Майкопа. В ходе мероприятия обсуждались вопросы профилактики наркомании в молодежной среде и популяризации здорового образа жизни. Материал Вадима Агаркова. Организатором акции выступила региональная МВД и общественный совет при ведомстве. Цель – повышение уровня правовой грамотности подрастающего поколения и вовлечение в здоровый образ жизни. Следует отметить, что на сентябрьском заседании антинаркотической комиссии в республике глава АДГИ Мурат Кумпилов дал ряд поручений, в том числе по активизации разъяснительной работы со студентами и школьниками, а также по популяризации здорового образа жизни. На встрече учащимся показали тематический видеоролик, в котором отображены способы вербовки подростков в закладчики наркотиков. Неправильное поведение ребят при столкновении с такими проявлениями. Затем сотрудник ОНК регионального МВД майор полиции Игорь Бутенко рассказал об административной и уголовной ответственности за незаконные операции с запрещенными к обороту веществами. С начала этого года на территории нашей республики выявлено 208 наркопреступлений. Из них 94 тяжких и особо тяжких. То есть, как в роликах, посреди частях, выдели это сбыт. Инспектор по делам несовершеннолетних МВД майор полиции Денис Софаглы довел информацию о негативных перспективах для тех, кто принял для себя решение приступить к черту закона и грань дозволенного. Скажу сразу, по состоянию детей, которые пробуют эту гадость, видели мы таких ребят, ничего хорошего у них, ощущений никаких нет. Это у них отравление, это у них больница, это у них реанимация. Представитель общественного совета Светлана Дорошенко обратила внимание школьников на то, что каждый молодой человек подвержен многочисленным соблазнам. Но разум, здравый смысл и чувство ответственности не должны уходить на второй план. А еще хотелось, чтобы вы подумали о родителях, потому что никто, ни вы, ни ваши друзья, не дай бог что-то случится и с теми людьми, которые вы видели, никто так не будет переживать, никто так не будет душу рвать, как ваши родители. О пользе здорового образа жизни и способах поддержания уровня физической подготовки в своем обращении сказал представитель спорткомитета администрации города Маякопа Дмитрий Щербанев. Полицейские довели информацию о статистике выявленных в текущем году в Адыгее наркопреступлений и административных правонарушений. Организаторы встречи призвали старшеклассников придерживаться полученных рекомендаций и строго соблюдать нормы закона. Отметим, что такие мероприятия будут проведены и в ряде других учебных заведений республики. Вадим Агарков, Беслан Ходжоков, Вести, дежурная часть.